привет всем всем привет жили были две подруги но назовем их так условно имена вымышленные сделаем ирина светлана но это такие ситуации обыденной жизни я думаю встречаются у многих дружили они с института учились вместе общались все время на втором курсе института познакомились парнями ну парни парни тоже оказались хорошими они как бы были знакомы с ними до раньше и после окончания института обе вышли замуж через два года у ирины случилась такая ситуация что муж ушел появился другая женщина он изменил разошлись любовница забеременела он ушел ирина конечно очень переживала приходила к своей подруге светлане плакалась рассказывала как тогда все такое светлана замужем же тоже ну да ну я же сказал что они поженились практически в одно и то же время так уж получилось но так сложилась ситуация приходила ирина к светлане плакалась и они с мужем светлана с мужем и и утешали она даже оставалась у них на начну как бы вот так раз подруги такие не разлива добыли до ирина работала как-то она пошла на работу утром ирина уходила утром рано на работу и один раз она забыла ключи от офиса и вернулась и что вы думаете конечно вы знаете чем дело закончилось постельная сцена до измена но застала их в таком свете застукала застукала можно сказать не застала да застукала квартира была светланы поэтому она их обоих обоих попросила с вещичками короче выгнала обоих и все муж пытался с ней связаться но не так уж и настойчиво как-то и светлане и не чувствовалось что он хотел вернуть да ты забыла сказать что она параллельно начала фитнесом заниматься и ходить тренироваться чтобы как-то свою боль угомонить полностью уходила днем в работу работала вечером занималась в спортзале то есть получила от этой ситуации плюс для себя какой у нее прибавка в зарплате была и фигурку себе корректировала все хорошо ну конечно душевная боль она не но она с не сжигала стресс как всегда вот таких ситуациях нужно себя чем-то занимать да ладно ну и в чем дело закончилось через два месяца подруга звонит светлане ирина звонит светлане и говорит плачет все прости меняю так вот получилось мне он не нужен забери свои забери мужа ну все прости давай будем мириться вот просто так получилось светлана конечно же сказала я измены не прощаю предательство не прощаю так что все забудьте меня я вас забыла вот ну вот такие ситуации это частенько сплошь и рядом случаются что вроде как подруги и многие вот многие многие девушки женщины говорят лучше иметь подруг это даже фильме причем обжигаются постоянно на поле не служебный роман там алиса френдли говорила что подруг всех уничтожила да даже не из фильма вообще многие что подруги вот так себя ведут вроде дружили с детства и все в общем как вы думаете стоит ли прощать измену может быть в каких-то других ситуациях физическую 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 измену так бывает даже не физическая смена а бывают духовные дурины не кажется даже это это еще еще как бы еще больнее когда вот предательство духовное да идет ну как ты думаешь стоит прощать вот в конкретном этом случае нет нам на мой характер нет я думаю вот если как с моей точки зрения нужно сделать паузу хотя бы в месяц и паду не подумать а как сказать чтобы точно знать нужно сделать временную паузу где-то месяц и через месяц точно человек будет знать прощать или не прощать и какое решение принимать мне кажется так но большинство вряд ли простит нет вот сейчас простит а знаешь еще когда проще могут простить временно хотя бы это не то что временно а принять назад когда дети допустим есть когда есть допустим вот я хотела да будут говорить говорить разговоры разные то что со всеми бывает у всех так и бывает смотри детей пока у них не было вот если человек сделал раз такое это мне кажется сто процентов что он сделает это и два и три дальше дело не в том что сделает а как потом с этим жить все равно она в памяти уже есть да и ты бросаешь просто в любой какой-нибудь маленький конфликт ты просто уже будешь не доверять например куда-то поедет человек до который вот сделал такую ситуацию ты будешь а вдруг он там это а вдруг она там это и и вот эти думки зачем тебе жить с таким стрессом с такой тяжестью внутри себя да постоянно будет какое-то недоверие уже раз совершилась такая я думаю есть какой-то процент тех кто точно простит и легко к этому относится к к измене легко как и же такие пары да есть есть я знаю мне вообще не важно чего он там делает или она там делать лишь бы деньги домой приносили все вообще барабан хоть ночью не приходи деньги на стол и все я считаю я я тоже считаю со своей точки зрения я считаю я же как я считаю эту ситуацию как другие что я за всех не могу сказать говорю за себя нет за себя почему надо просто в среднем говорить в среднем просто есть люди которые и примут это все да я знаю что нет ну правильно есть примут просто говорю я считаю что прощать а вот интересно если а если хорошо мужчина женщина а если бы поменять их местами как ты считаешь а какая разница я например говорила в обоих ситуациях пусть это мужчина будет это женщина вместо кота ты ее выпусти слышите не она просто поймана я сейчас ее выпущу на волю не надо пусть она живет пусть живет и он нуждается выпускает полетела все ничего так реакция хим ты видел как я это сделал а ты охотился полдня охотился и ничего не поймал доля секунды маленькая доля и все на чем на равноправие что не важно мужчина женщина в этой ситуации одинаково будет все все равно будет вспоминаться как правило но есть исключение из правил которым это все равно вообще по барабан я думаю чтобы понять что для вас нужно нужно сделать временную паузу то есть дети да тем более если маленький ну нужно конечно задуматься как-то решить ситуацию вместе подумать если уж повторится то тогда уже уже принимать какие-то потому что все равно если в семье какое-то происходит конфликты страдают еще больше они же видят как родители друг другу относятся эта программа будущих действий но вот именно что может быть даже детям будет лучше когда родители но по разной стороны может быть они найдут свое счастье с другими половинками мало ли что бывает всякая в жизни бывает я считаю что вот это нечистоплотность по отношению друг другу даже пусть и в отношении даже пусть физического какого-то контакта нет да ну вот это вот а я думаю знаешь как лучше всего вот допустим когда отношения начинаются не нужно торопиться все-таки выходить замуж жениться все равно человека побольше нужно узнать пусть даже пожить вместе несмотря на традиции у кого-то сейчас уже просто время совсем другое было как нас воспитывали его не нет вот то что сейчас я имею ввиду сейчас это можно сделать и многое снимется сразу же быт в течение года совместный он все расставит по своим местам точно будете знать ваш человек или не ваш человек тогда подобной ситуации не будет спасибо за внимание да тема конечно такая просто высветили то что есть жизни частичку с другой стороны живите здесь и сейчас свое удовольствие можно так будьте счастливы будьте счастливы всем пока